Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию приманку, очередную, которая ловит круглый год, но очень актуальна зимой. Это бакоплав, мормыш, как его называют. Давайте приступим, а я буду вам потом рассказывать. Я взял крючок, 12 номер, граб-шримп, а грузил его немножко свинцом и промотал немного нитью. Значит, что нам необходимо? Совсем немножечко изготавливать, как обычно мы будем из доступных материалов. Мне понадобится остаток вот такого вот перышка, который вот у меня есть, кусочек пленки полиэтиленовой и немножечко люрекса. Как известно, у бакоплава имеются хвостовые придатки и усы. В качестве хвостика я буду использовать пуховую часть, которая у меня, пера из курицы. Вы можете использовать тот цвет или, допустим, оттенок, который у вас есть. Обычно сами по себе бакоплавы крепим полиэтилен. Можно использовать пленку специальную для всех вот таких вот личинок изготовления. Но если есть возможность использовать какой-либо другой материал, используйте. Я показываю так, чтобы можно было изготовить в полевых условиях. Подхватили. Обычно оттенок и цвет нашей личинки во многом зависят от кормовой базы, от температуры, ну и опять же от времени года. Поэтому мы с расчетом того, что в основном чаще всего попадаются серые болотного цвета, пепельного цвета, мы с вами будем изготавливать в таком оттенке. Я закрепил немножечко люрекса плоского. Это из новогодней мишуры, но он один к одному напоминает вот такой материал сам по себе. Поэтому я его интенсивно использую. Нам для сегментации понадобится леска. Я буду использовать леску до 0,1 миллиметра, так как толща уже некрасиво, а тоньше не видно нормально нашей сегментации. Пробуйте, экспериментируйте. Можно проволокой. Как вам будет удобно. Закрепляем по всей длине, так, чтобы наша леска хорошо держалась. И почти до самого загиба. Переворачиваю крючок для себя в удобное положение. И будем формировать тело. Как обычно, тело у нас у бокоплава практически из одного оттенка. Независимо от того, перед это или зад мушки. Но прежде чем мы закрепим с вами, будем крепить материал, надо приблизительно подобрать под лапки. Вот я подготовил тоже по остатку пера, подготовил перышко. Если у вас нет, подойдет перо куропатки, крашеное, не крашеное. Перо перепелки, японской или же французской. То есть, все курица, все, что вы для себя найдете в своем арсенале, пожалуйста, используйте. Вот мы закрепили, так примеряем, чтобы у нас сверху нормально это ложилось, под наши лапки, и оставляем. Вариантов изготовления бокоплава очень-очень много. Поэтому, как вы будете изготавливать лапки, даббингом, не даббингом, пером, это вы уже определитесь сами. И теперь я беру обыкновенный серый даббинг, желательно, чтобы был по густоте и по качеству близкий к даббингу короля, чтобы был и мягенький, и в то же время мелковатый. Если есть заяц, тоже приветствуется. И стараемся сильно не делать рыхлым тело, так как у нас основной элемент это те лапки, которые будут изготовлены из пера, поэтому не очень сильно будет видно наш даббинг. Делаем аккуратненькую, тоненькую даббинговую нить, сантиметров 7-8, и от загиба начинаем формировать наше тело. Если вот так, как мало, можно спокойно еще добавить. Не дошли примерно пару миллиметров до самого колечка. Вышло у нас вот такое симпатичное тело. Берем теперь для красоты, обмотаем нашим люрексом. Как я уже говорил, можно спокойно сделать более пышным даббинг и потом начесать лапки. То есть, как таковой бокоплав в чешском варианте, так и изготавливается. Но я изготавливаю, будем уже так, откровенный, смешанный, собирательный образ. Потому что чехи молодцы. У них очень много дали миру, только лишь своими чешскими нимфами. Подготовили. Ставим крючок теперь в удобное для нас положение. Берем наше перышко. Аккуратно стараемся так, чтобы не поломать, не увести ось в сторону. Поправляем наши бородки, пера. И вот эта часть, которая вот у меня вышла вперед от пера, я стараюсь сейчас закрепить и обозначить как будущее усы у моего бокоплава. Так как у нас крючок уже стоит немножечко не совсем в удобном для нас положении, чтобы нить наша не убегала, не забывайте делать полуузлы или прихватывайте узловязом. Так будет надежнее. Годится. Поправили наши перышки. Учитывая то, что бокоплав в своей среде выглядит почти прозрачным, я не буду подкрашивать чем-либо нашу пленочку полиэтиленовую. А вы уже посмотрите на свое усмотрение, как вам будет удобно. И поправляя все вот так вот перышки, так, чтобы было достаточно симпатично, вот как я вам показываю. И в то же время она прозрачная. Я придерживаю в натяжку пленку, так, чтобы она у меня никуда не ушла. И в одном месте сделаю пару-тройку оборотов, так, чтобы подтянуть. Поправили волос, вернее перо, которое попадает к нам. Вот так годится. Можно в данный момент закрепить парой-тройкой оборотов. Переворачиваем нашу пленочку вверх и закрепляем. Но я это буду делать только тогда, когда просегментирую леской, чтобы у меня мой узелок находился внутри с леской. И выглядело у меня там, где место закрепления нити, как завершающий узел. Выполнили. Подхватим парочкой оборотов и будем сегментировать леской. Вот так годится. Поворачиваю я для себя в удобное положение и следим за тем, чтобы наша пленочка никуда не уходила. Очень немаловажный момент, который потом сопутствует хорошей рыбалке, это продавливайте хорошо тело, потому что у живого бокоплава достаточно хорошо видно все вот эти сегменты. Поэтому я и говорил вам, используйте леску достаточной толщины, чтобы можно было качественно продавить наше тело. Как вы видите, достаточно хорошо видно нашу сегментацию у бокоплава. И в то же время мы с вами хорошо и качественно подобрали оттенок спинки, что не придется нам в последующем перекрашивать. Также рыба реагирует и на необычные цвета. Если я изготавливал его чисто в красную, в красном варианте, скажу откровенно, тоже рыба реагировала. Хотя, сами понимаете, в природе, наверное, не встретишь красного, разве что в чернобыльской зоне. Закрепили нашу леску. Хорошо ее промотали. Добавим капельку клея на место крепления. Как вы видите, друзья, я немножечко вскрыл головку лаком. Специально вытащил из сисков, чтобы было лучше видно. Сходство у нас очень хорошее. Если по каким-либо причинам вам не подходит длина лапок или еще что-нибудь, вы можете их подрезать. Точно так же, как взять, допустим, изменить цвет, перекрасить спинку, как вам будет удобно. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова